Красноярская краевая спецбиблиотека представляет цикл буктрейлеров презентаций под названием «Знакомьтесь, тактильная книга» о новинках тактильных книг, выпущенных библиотекой в текущем году. В 12-м выпуске можно познакомиться с тактильной книгой, посвященной 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. На экране фотография обложки тактильной книги, на которой изображен барельефный портрет деятеля. Константин Дмитриевич Ушинский, годы жизни 1823-1871, русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Имя Ушинского как в русской, так и в мировой педагогике занимает особое значительное место. Он по праву считается основателем русской народной школы. Ушинский был не только талантливым педагогом, но и замечательным детским писателем. Его произведения – наглядные моральные уроки. На экране портреты писателя в разные годы жизни. Рассказы Ушинского о природе и животных, например, «Ласточка», несут в себе особую ценность. Природа в них показана как неделимый мир, полный неизведанных тайн. При создании тактильной иллюстрации к этой сказке использованы натуральные материалы, перо, и идентичные им. На экране тактильная иллюстрация к сказке «Ушинского ласточка» и обложка плоскопечатного издания. Ушинский также обрабатывал сказки для детей. Он считал, что через народное творчество дети лучше поймут народную жизнь. Таким примером может служить содержание сказки «Плутишка. Кот». Котик на тактильной иллюстрации как настоящий, мягкий и пушистый, благодаря натуральному меху. На экране фото тактильной иллюстрации и обложки плоскопечатного издания. Басни, как правило, заканчиваются моралью по учениям, чтобы подчеркнуть, какие выводы должен сделать ребенок из прочитанного. Басню «Два козлика» полезно будет почитать всем. Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно. Приходилось к которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать. «Уступи мне дорогу», — сказал один. «Вот еще, поди-ка ты какой важный барин», — отвечал другой. «Пять назад я первый взошел на мост». «Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу ни за что». Тут оба, долго не думавши, столкнулись с крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками, в колоду стали драться. Но колода была мокра. Оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. Издание дополнено аудиометками, благодаря которым можно послушать краткий пересказ произведений Ушинского, включенных в тактильную книгу, а также краткую биографическую справку. В память о заслугах Константина Дмитриевича Ушинского открыты памятники, музеи, учреждена медаль его имени, вручаемая лучшим педагогам. На экране фотография тактильной иллюстрации памятника Ушинскому в Санкт-Петербурге. В левом верхнем углу иллюстрации размещена аудиометка. Над роликом работали Сценарий Ольга Офицерова Монтаж Константин Кивачук Текст читает Мария Абазюк Красноярск, 2023 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова